Здравствуйте! В студии Светлана Дембицкая и сегодня в рамках прямого эфира мы подведем итоги уходящего года с главой городского округа Люберцы Владимиром Петровичем Ружицким. Здравствуйте! Добрый вечер, Света! Добрый вечер, все, кто нас сегодня видит! Мы работаем в прямом эфире и поэтому ваши вопросы и пожелания мы ждем по телефону прямой линии 8 498 642 1952 и 8 498 642 1950. Также сейчас у нас ведется прямая трансляция на нашем сайте www.lrt.tv в рубрике прямой эфир. Вы можете оставить свои вопросы в рубрике комментарии под видео. Также я хочу к вам обратиться и попросить оставлять свои контактные данные, потому что если их не будет, то, к сожалению, мы не сможем дать вам ответ. Владимир Петрович, хотелось бы начать эфир с самого главного, а именно, без малого совсем немножко, мы как год в разрезе городского округа Люберцы. Скажите, пожалуйста, можно ли подводить уже какие-то итоги? Есть ли какие-то плюсы, либо минусы? Витя, я скажу, я все время работал в производстве и сейчас вот чем мы занимаемся, это свое родное тоже производство. В производстве итоги подводятся каждый день, каждый день, каждую неделю, каждый месяц. Что касается администрации, здесь тоже итоги можно подводить и мы их подводим. И год завершается, и, конечно, мы тоже подводим итоги. И итоги не то, что можно, их нужно подводить, понять, что же произошло, что у нас получилось, что удалось. У нас уже были планы, мы планировали, и удалось или нет, а если не удалось, то почему. Поэтому, конечно, итоги надо подводить, и мы их подводим. И главное, есть что подводить, потому что я оцениваю по целому ряду позиций Люберцы, Люберецкий городской округ. Мы, по сути, занимаем достаточно лидирующие места, лидирующие позиции. Есть так называемый рейтинг муниципальных образований Московской области. Мы находимся в зеленой зоне, в зеленой зоне всего там в пределах не более 15 муниципальных образований. Поэтому по каким-то позициям мы лидирующие первые в Московской области, я об этом позже скажу. Какие-то позиции у нас где-то там в срединке, но в целом мы сегодня в зеленой зоне. Это как бы приятно и радостно, но для Люберец этот год был предельно напряженным, в чем-то предельно сложным. Потому что любая реорганизация, любые какие-то традиционные процедуры, особенно касается, когда ты переходишь, скажем, был с точки зрения закона одним юридическим лицом. И это устройство было целым рядом с законом прописано. И так это строилось. И когда идет преобразование, мы из Люберецкого района преобразовались в городской округ, это целая, огромная такая большая юридическая процедура. Мы это все выполнили. Поэтому я жителям нашего и города, и поселка благодарен, потому что в прошлом году мы обратились к жителям о преобразовании района в округ. Для тех, кто особо не посещен в эти муниципальные законы, для них, может быть, это сложно понять, что это такое. Но мы пытались таким простецким языком объяснить людям преимущество округа над районом. У нас это получилось, нам это удалось. В конечном итоге мы преобразованы. 26 марта этого года, или уходящего года, мы избрали совет депутатов. 4 мая мы избрали главу. А впоследствии мы утвердили устав, а уже на основании устава мы утвердили и герб, и флаг, и гимн, то есть всю геральдику. Прописано целый ряд, скажем, юридических норм, вышел целый ряд документов для муниципалитета, нормативных актов. Поэтому сегодня городской округ, как муниципалитет, обладает всеми необходимыми требованиями, всеми необходимыми документами, нормативными актами, чтобы он полноценно функционировал. Это была непростая работа, это достаточно было и непросто, и сложно, потому что целый ряд, скажем, документов, которые мы в конечном итоге на них вышли, они требуют экспертизы и правовых заключений, включая всякого рода надзорных органов. Но это же не снимает, скажем, когда муниципалитет, администрация этими вопросами занималась, это же не снимало ответственность, какие-то обязательства, обязанности, чтобы шла конкретная работа на территории. А это огромная работа проводилась. Мы же исполняли бюджет, мы как муниципалитет, мы же отвечаем полностью за функционирование всего городского хозяйства. Это дороги, школы, сады, медицина, культура, спорт, благоустройство, это целая гамма вопросов. И мы попутно, занимаясь преобразованием, занимались и обычными такими житейскими городскими делами. И у нас, я оценю, это получилось, мы можем на эти темы поговорить чуть позже, но на сегодняшний день можем подвести итоги, что год был достаточно сложным, напряженным. И если мы посмотрим вглубь нашей истории, нашей жизни обычной, какие были года уходящие лет 20 назад, 10 назад, память так устроена, что все плохое она стирает. Но если мы так, скажем, немножечко напряжемся, то и вспомним, что там тоже было непросто, тоже все было сложно. И 2017 год уходящий, он тоже был и напряженным, и сложным. Но если в сухом остатке, то он был и успешным для Люберецкого района. Мы целый ряд вопросов решили, я уже говорил, и мы преобразовались, и исполнили целый ряд необходимых процедур для функционирования округа. Ну и решали обычные хозяйственные, там, житейские вопросы, и мы решали их достаточно успешно. Поэтому об этом говорят цифры, статистика. Поэтому я оценю, что нам есть, скажем, что вспомнить. У нас есть, по большому счету, даже чем гордиться, потому что мы целый ряд вопросов достаточно положительно решили. И в целом год был неплохим, я бы даже сказал, успешным для городского округа Люберца. Ну вот сегодня, как раз в течение эфира, мы и будем вспоминать, какие были результаты, какие были проблемы, какие решены, какие из них остались. И вот одна из таких, ну начнем с проблем, чтобы закончить хорошим. Вот одна из таких проблем, к сожалению, а это беда, наверное, всей России. Не наверное, а точно. И вот одна из них, это тема обманутых дольщиков. И вот о необходимости ее срочного решения говорил и президент Владимир Путин. Вот в связи с этим хотелось бы узнать, как эта проблема решается в разрезе нашего округа. Я, скажем, эта тема непростая. Довольно-таки непростая. Довольно-таки непростая. Но я могу точно сказать, и на просторах даже Московской области, особенно города, спутники Москвы, районный центр, я имею в виду и Балашиха, значит, и Видное, и Мятищий, и Красногорск, и Одинцово, значит, такие крупные города. Везде есть, так или иначе, проблемы обманутых дольщиков. Я не говорю там о дальних каких-то поселках. Но в городе Люберцы проблему, значит, обманутых дольщиков мы решили еще в 2009 году. С 2009 года в Люберцах понятия обманутые дольщики нет. Они у нас были. Я уже, может быть, об этом и говорил. У нас в 2006 году, когда была обанкротчена социальная инициатива и целая ряд других организаций, так сложилось в те годы, в Люберцах было 4 дома. Два из них были построены на процентов 50, а два дома, которые были абсолютно 100% проданы, даже не было котлована. И я с администрацией, с нашими предпринимателями, мы эту тему решили, по сути, за три года. И проблему обманутых дольщиков сняли. У нас сегодня проблема обманутых дольщиков, она так или иначе есть. Это Октябрьский, в первую очередь, и там это идет к завершению. Это поселок Красково. Грин-сити. Грин-сити, и там такая длинная история, этим мы тоже занимаемся. Это жилой комплекс Олимпийский, застройщик Алина, и в Малаховке АНТ. Или мы говорим, там, жилой комплекс Заречи. Такая тема есть. Почему она есть? Потому что 131-й закон предписывал, что вопросы, связанные со строительством, решаются городским поселением. И выдачу разрешения на строительство, полностью контроль за строительством, было возложено на администрации городских поселений. По 131-му закону, людям это сложно понять. Есть глава района и был глава поселка. Как это ни странно, вроде бы для людей, обычная глава района, это высшее должное лицо, ему должно все подчиняться. И в том числе главе района должен подчиняться глава поселка. Но 131-й закон прописал, что глава поселка и глава района, они находятся в одной плоскости, никто друг другу не подчиняется, каждый работает по своим полномочиям. Поэтому район занимался вопросами социальными, школа, сады, больницы, поселения занимались вопросами жилищного строительства, вопросами ЖКХ благоустройства дороги. Вот так закон прописал. Поэтому так сложилось, что эти люди в поселениях были подконтрольны только закону, ну а закон иногда и не исполняют. Поэтому появились обманутые дольщики. И решать проблему обманутых дольщиков в поселениях, скажем, хоть в Октябрьском, хоть в Красково крайне сложно, даже почти невозможно. Вот мы были преобразованы, я уже говорил об этом, в марте-майе в городской округ. Сегодня на территории вот этого бывшего района один глава в одном лице, одна администрация, один совет депутатов. Эти люди отвечают за все, что происходит на территории, включая обманутых дольщиков. Хотя понятно, что проблема обманутых дольщиков, она была создана, если мы берем Октябрьский, то это где-то 2002-2003 годы. Если мы берем Красково, то эта мина была заложена тоже в 2003 году и начала развиваться в 2009-2010 году. И на сегодняшний день это прошло, я так скажу, от 15 лет до минимум лет 5 эта тема появилась, она существует. И можно сказать, нынешняя администрация к этому не имеет отношения. Но так мы не можем сказать, потому что кроме закона еще есть мораль и люди, которые, возможно, кто-то что-то продал последнее и вложил деньги в это жилье. Кто-то в долги залез, вложил деньги в жилье, и они без жилья. Мы сегодня этой темой занимаемся. На уровне городского округа эти вопросы решаются гораздо легче. Поэтому мы сегодня совместно с Министерством строительного комплекса, этой теме достаточно значительное внимание уделяет губернатор Андреевич Воробьев, где идет и спрос за все эти вопросы. И мы сегодня вышли на определенную орбиту в решении этих вопросов. Если мы говорим о державе или грин-сити Краскова, то эта тема, по сути, решена. Мы дом достроили. Это за счет привлечения новых инвестиций, правильно? Да, потому что это не новых инвестиций. Не буду все это рассказывать. Это уже сложные достаточно такие вопросы, которые мы решаем на территории и решаем с привлечением других застройщиков. Мы с ними договариваемся. А если простым языком, то мы решаем за счет внебюджетных источников. Потому что бюджет не имеет права на это тратить деньги. Мы нашли варианты, нашли правовое основание. И на сегодняшний день, по сути, дом грин-сити завершен. По сути, завершен дом и жилой комплекс Олимпийский. Есть непонимание со стороны собственника, будем говорить, державы. Но я думаю, что мы как-то общими усилиями тоже его понудим. Понудить, чтобы сдать дом. Там, по сути, дом готов. Поэтому, я думаю, что у Краскова мы закроем. По сути, на выходе решение вопросов у нас в Октябрьском. И там алгоритм отлажен. И там тоже привлечены инвесторы со стороны. И найдены земельные участки, где достроить эта тема будет снята. Немножко зависла тема. Это жилой комплекс Заречья. Значит, застройщик АНТ компания. Но мы сегодня тоже договорились с компанией Ареал. Определенные есть условия. Есть определенные, будем говорить, и обещания. И я надеюсь, что мы после Нового года, в первых числах, когда выйдут все с праздника, выйдем на работу, то мы тоже пропишем это все положим на бумагу. Пропишем в документах, в соглашениях. И там не такая уж большая застройка. Я оцениваю, что если мы каким-то образом поднатужимся, то мы в следующем году, в 2018, должны проблему снять и по Заречья. Поэтому я надеюсь, что в следующем году мы должны как-то отработать проблему обманутых дольщиков и тему обманутых дольщиков в Люберцах просто забыть о ней и решить эти проблемы. В первую очередь, это для людей, потому что, повторяю, ко мне же люди приходят на прием, и, понятно, они возмущаются. И некоторые реально льют слезы и возмущены, потому что я уже об этом говорил. Некоторые продали последние, многие взяли кредиты, кредиты висят, и жаления нет. Более того, они скитаются по съемным квартирам. Есть полное понимание этой проблемы, мы ее решим. Дорогие телезрители, я напоминаю, мы работаем в прямом эфире. Телефон прямой линии 8 498 642 19 52 и 8 498 642 19 50. Прошу прощения. Также я напоминаю, у нас ведется прямая трансляция, и свои вопросы вы можете задать на нашем сайте в рубрике «Прямой эфир» на сайте 3wlrt.tv. Владимир Петрович, недавно, по-моему, на прошлой неделе, был принят последний отремонтированный подъезд в этом году из той программы, которая была запланирована. В таком глобальном манштабе, наверное, наши подъезды не ремонтировались. И вот прежде чем задать вам вопрос, я хочу показать небольшой синхрон от жителей, небольшое мнение их. Давайте их послушаем. Давайте посмотрим. Ребята, конечно, очень аккуратно все делают, стараются. Прямо, мне кажется, у нас так не делали ремонт. Работы здесь начались буквально неделю назад, наверное, может чуть раньше. С утра до вечера они работают, штукатурят тут. Приводит наш подъезд в порядок. Вот мы неоднократно ездили в Малаховку, снимали приемку подъездов, и в основном был восторг от жителей. Но, тем не менее, было очень много негодования по смене управляющей компании, но мы, как видим, есть результат. И результат хороший. Вот скажите, пожалуйста, в следующем году программа по ремонту подъездов будет продолжена? Ну, я думаю, что ваша программа, вы присутствуете на совещаниях. Я думаю, что наши, кто следит за жизнью в городе, они знают, что мы в этом году планировали отремонтировать 1298 подъездов. А это 25% от всех подъездов. Значит, мы эту всю работу выполнили, справились. У нас был немножко провал по Малаховке. В силу того, что компания, которая управляла жилым фондом, к сожалению, с этими задачами не справлялась. Поэтому мы вынуждены были заменить управляющую компанию. Это отдельная тема. Но мы заменили, и пошел какой-то результат. Это тоже факт. Что касается планов на следующий год, то мы планируем тоже в следующем году отремонтировать где-то такую же цифру. Вот на сегодняшний день, я только по памяти знаю, уже точно определено 1191 подъезд. Как мы определяем? То есть никто не сидит в каком-то кабинете, и он думает, какой дом, какие подъезды. Мы в первую очередь ориентируемся на обращение жителей. Если жители к нам обращаются, пишут, и мы с выездом на место изучаем, и там, где реально требуется ремонт подъезда. Мы работаем с общественностью, мы работаем с депутатским корпусом, мы работаем с общественной палатой. Мы мониторим, отслеживаем, что происходит в социальных сетях, а также идут жалобы, либо предложения ко мне на почту, на почту губернатора. Мы это все сводим, будем говорить, в единое целое, и пытаемся максимально взять в работу именно те вопросы, которые так или иначе по этим вопросам идут жалобы или обращения наших жителей. Поэтому могу точно сказать, что мы определили подъезды, но это не догма, потому что еще время есть, и мы где-то, я так думаю, январь-февраль окончательно определимся с домами. Более того, мы в этом году, как никогда, в прошлые годы мы не занимались, и 2018 год тоже будем следовать этому алгоритму, а именно, это комплексный подход к вопросам, связанных с благоустройством территории, с капитальным ремонтом дома и с ремонтом подъездов. Поэтому, если мы, по-моему, запланировали 2017-2018 год отремонтировать 183 дома, капитально отремонтировать, то мы будем стремиться, те дома, где мы делаем капитальный ремонт, мы будем смотреть, пристально изучать, советоваться с жителями, в этих же домах мы будем делать ремонты подъездов, и там, где требуется, именно уже в этих домах, где идет капитальный ремонт, ремонт подъездов, заниматься благоустройством территории, такой комплексный подход. И у нас сегодня такие адреса есть, где мы такую работу выполнили, и эта территория совершенно по-новому смотрится, она совершенно по-другому как бы играет, потому что ты заходишь, как будто что-то новое появилось, потому что дом, если капитально отремонтирован, включая фасады, подъезды, они сверкают своей, будем говорить, красотой, и там как будто что-то новое появилось, это жители замечают. И если мы еще облагоустраиваем, скажем, или реконструируем, или обустраиваем придомовую территорию, где мы стремим поставить новую детскую площадку, спортивную площадку, тротуары, подъездная дорога, значит, или дворовая там дорога, значит, дворовые проезды, мы обязательно ставим освещение, чтобы оно заиграло, поэтому мы в этих вопросах советуемся с жителями, поэтому если вот мы к этим вопросам будем подходить, то еще раз повторяю, мы к этим вопросам подходим только после совета с жителями, да, потому что у нас сегодня же в каждом доме есть совет дома, в каждом доме есть старшие дома, мы их привлекаем, мы их просим, более того, практика этого года, она что показала, мы к этому стремились, и я настаивал, что мы принимали работу, и работа шла в оплату после того, когда старший по дому, старший по подъезду расписался, что эта работа принята и нет нареканий. Там, где были жалобы жителей на качество работы, где, скажем, качество не соответствовало, и жители на это обращали внимание, мы акты не подписывали, работа не оплачивалась, поэтому мы эту практику сохраним и будем дальше отрабатывать, поэтому мы ставим задачу в 2018 году отремонтировать тоже где-то примерно 1298 подъездов, эта работа, повторяю, мы занимаемся, скажем, уже я говорил об этом, 1191 подъезд определен, но эту работу мы завершим, я так думаю, где-то к концу января, февраль месяца. Я напоминаю, мы работаем в прямом эфире, и у нас есть первый дозвонившийся. Здравствуйте, говорите, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста. Алло, говорите, вы в эфире. Так, ну, пока собираются словами, я также напоминаю, что помимо прямого эфира, у нас еще прямая трансляция ведется на нашем сайте 3wlrt.tv, в рубрике «Прямой эфир», и также под видео вы можете оставить свои комментарии. И вот один из них такой от Леры. «Добрый вечер. На улице Шоссейной была хорошая парковка, которая использовалась как перехватывающая стоянка. Потом на этом месте сделали платную парковку. В итоге ей никто не пользуется, а машины бросают на маленьком пятачке, создавая уйму проблем. Вот кому помешала стоянка? Ну, не оставляют машины на платной стоянке. Пожалуйста, решите этот вопрос, верните бесплатную стоянку». Ну, мне сейчас, я себе вопрос записал, как-то комментировать сложно, потому что мы ставим задачу, в основном стоянки на придомовых территориях должны быть бесплатные. Ну, это, скорее всего, не бесплатная стоянка. А все, что связано с каким-то городским пространством на прилегающих территориях, то мы будем делать парковку. Всегда возникает вопрос, а кто там будет убирать? Зимой снег, летом, должен быть уход. Но у нас еще какая есть проблема в Люберцах. И жители это видят, кто-то понимает, а кто-то не до конца. Сегодня к Люберцам, вот именно на нашей стороне, где вот мы находимся, это территория Триумфа, значит, или 115-го квартала, здесь, на этой территории, появилось сегодня три станции метро. Котельники, Жулебино, Лермонтовский проспект. И многие, особенно кто поближе к метро, что замечают? Да и в центре города, многие приезжают где-то, скажем, с ближнего Подмосковья. Значит, эту машину где-то пытается, скажу, я извиняюсь, потому что слово и не совсем литературное, но оно факт. Запихнуть эту машину куда-либо, создавая проблемы коренным жителям Люберец, а дальше прыгает в метро, едет на работу, там, по своим делам, потом возвращается. Поэтому мы поставили задачу, и у нас сегодня создано несколько перехватывающих парковок. Мы их рекламируем. И если они поначалу, скажем, даже во время панков, были не совсем загружены, или загрузка была поначалу процентов 30, то сегодня не 100%, загружены, потому что те, кто... А там парковка стоит, по-моему, в сутки в пределах 80-100 рублей за световой день. Это дорого-недорого, но машина под сохранностью. Раз, машина, скажем, и там рядышком можно сесть на электричку, уехать в Москву, и те, кто немножечко попробовал, что это как бы удобно и выгодно, и твоя машина, она ее или не украдут, эвакуатор не увезет, и она в какой-то сохранности, то и многие этим пользуются. Значит, или сразу покупают там этот абонемент на месяц, а он, по-моему, стоит в пределах 3 тысяч, что ли, я сейчас не буду фантазировать. Это такие цифры. И это удобно. Поэтому мы ставим своей задачей, возможно, по городу Люберцы, там, где есть какие-то места, таких мест почти нет, делать парковочное пространство. И, естественно, оно будет, наверное, платным. И суть в том, что мы еще ставим задачу и пополнение бюджета. Но чтобы, моими словами, сейчас никто не спекулировал, на придомовых территориях все парковки будут бесплатные. Я скажу, мы только в этом году на придомовых территориях и в целом на придорожном пространстве сделали 5 640 парковок. Это все за счет бюджета, и это все бесплатно. Но это все бесплатно. И где-то примерно эта же цифра, плюс-минус, мы ставим задачу сделать и в следующем, в 2018 году. И мы это сделаем. Потому что количество машин растет. И я даю себе отчет, что люди где-то эти машины должны ставить. Потому что на сегодняшний день, по сути, верстается закон. И я думаю, что он будет в ближайшее время принят. Что будут достаточно большие штрафы за парковку машин на газонах, на тротуарах. Эту тему будут отслеживать работники ГИБДД, административно-технический надзор. Сейчас тоже отслеживают, но там не такие большие штрафы. А если будет штраф в тысяч 5 или 10 на газоне, либо на тротуаре, даю вам слово, после двух штрафов человек ставить машину ни на газон, ни на тротуарах не будет. Но чтобы так произошло, должны же быть парковки. Мы не можем сегодня принять какие-то законы о штрафах, а парковок нет. Куда этому человеку девать эту машину? Поэтому мы должны решить проблему парковок. Мы этим занимаемся. Конечно, эта тема достаточно непростая, потому что, к сожалению, мы пытаемся жителей убедить. И опять же, мы парковки делаем у домов. Опять же, советую жителями и пытаемся их убедить. Там, где жители стоят, я извиняюсь, грудью и не дают, и не пускают делать парковку, мы там не делаем. Но пытаемся убедить. Потому что сегодня парковки у дома можно сделать, я извиняюсь, за счет только территории дома, газонов, где-то жертвовать какими-то деревьями и как-то высаживать в других местах. Потому что, когда возникает какая-то проблема, нужно проехать скорой, пожарной, полиция какая-то проблема есть и должна проехать. И когда это пространство дома, эта узкая дорога заставлена, никто же не проедет. И тогда сразу начинает возмущаться где-то власть. Поэтому мы немножечко пытаемся работать на опережение. У каждого дома должны быть парковочные карманы, должны места быть для парковки. В том числе, там, где есть возможность сделать парковки просто для наших гостей. И, возможно, они будут даже платными. В этом я не вижу ничего страшного. Возвращаясь назад, что касается придомовой территории, все парковки будут бесплатные. Есть за первой дозвонившейся, надеюсь, что все-таки звоночек у нас пройдет. Здравствуйте, говорите, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Елена Николаевна Захаровна. Я житель города Люберцыно, с северной стороны. Живу на улице Попола. Часто пользуюсь аптеками, которые в доме 26 на улице Попола в Натали. Где-то полтора месяца назад часть помещения этой аптеки дана была в аренду алкомаркету норм. Когда идешь в аптеку, заходишь в одну дверь. На право аптека, подделывается, так видите, налево алкомаркет. В аптеку входят люди пожилые, больные, дети и просто люди, которые хотят получить медпрепараты. Тут же идут люди, которые идут в аркомаркет. Разные люди. Есть молодежь, есть, простите, нетрезвые люди. Есть просто люди, которые хотят купить алкогольную продукцию. Я считаю, как честный гражданин и борющийся за здоровье общества, в одном помещении находиться алкомаркет и аптека недопустимо. И несколько раз обращались в глазах района, чтобы обратили внимание, что данный объект является все-таки социальным объектом, и в нем нет панциза. Моя просьба главы района, чтобы убрать из аптеки часть помещения, вот это, которое дается под аренду, алкомаркет нормами, и сделать пандус в аптеке. Спасибо. Спасибо вам. Там что, вот рядом с аптекой? Алкомаркет. Алкомаркет. Да, открылся, я так понимаю, магазин. Давайте так, я себе зафиксировал. Что касается пандуса, это святое дело, дам поручение и попробуем эту тему отработать. Что касается, значит, вот этого алкомарка, да, так было сказано, значит, тоже нам надо разобраться. Я сейчас не буду тут что-либо выдумывать и попробуем, я думаю, наши коллеги записали телефон, координаты, да, кто к нам обращался, и попробуем отработать. Я напоминаю, мы работаем в прямом эфире, телефон прямой линии 8-498-642-1950 и 8-498-642-1952. Также напоминаю, мы работаем в прямом эфире и на нашем сайте www.lrt.tv в разделе «Прямой эфир». Под видео в рубрике «Комментарии» вы можете задать свой вопрос. И у меня убедительная просьба, оставляйте, пожалуйста, свои контактные данные, потому что без них мы не сможем дать вам ответ. Все вопросы, которые пришли до эфира, во время эфира, получат свой ответ. Владимир Петрович, вы, в принципе, немного тему эту застронули, благоустройство в целом, а это и дворы, это и парковки, это и общественные зоны. И мы подготовили сюжет, что было сделано за год. Конечно, к сожалению, вошли не все объекты, но за год не успеешь все. Время эфира ограничено. Пожалуйста, покажите нам сюжет и дальше продолжим эфир. 1298. Именно столько объектов с начала года отремонтировали в округе в рамках губернаторской программы «Мой подъезд». Это четвертая часть всех подъездов, расположенных на территории округа. Работы включали покраску стен, замену осветительных приборов, плитки входной группы и тамбурных дверей. На реализацию было выделено более 280 миллионов рублей. А 28 подъездов стали настоящими произведениями искусства. Жители делали эскизы, профессиональные художники притворяли их жизнь. Параллельно с ремонтом подъездов в округе благоустраивали и придомовую территорию. Новый облик приобрели 672 двора. В Люберцах – 483, в Краскове – 53, в Октябрьском – 42, в Малаховке – 66, в Томилине – 28. В комплексное благоустройство включены 6 обязательных элементов. Озеленение и пешеходные дорожки, дворовое освещение, детские и спортивные площадки, информационные стенды, парковочные места, зоны для сбора твердых бытовых отходов. Кроме того, в округе активно создают условия для людей с ограниченными возможностями. В рамках проекта «Доступная среда» 152 подъезда оборудовали тактильной плиткой. Кроме того, такое покрытие появилось и на некоторых остановках общественного транспорта. Также в округе проводится понижение бордюра на пешеходных тротуарах и переходах. Добавим, пилотный проект по созданию «Доступной среды» в округе стартовал в январе этого года. На сегодняшний день полностью приспособлены под инвалидов и других маломобильных групп населения два спортивных объекта, шесть объектов в сфере образования, 25 дворовых территорий, а также дорожно-транспортная инфраструктура. В частности, в округе курсируют автобусы, приспособленные для перевозки маломобильных пассажиров. В них предусмотрено специализированное место для перевозки колясок, а также специализированные системы для входа-выхода инвалидов. А вот такой сюжет. Мы продолжим общение чуть-чуть позже. У нас на линии есть дозвонившийся. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Владимир Петрович. Да, добрый вечер. Владимир Петрович, я сегодня был в этом триумфе. Я в военной форме готов. Вы меня видели. Меня вот сегодня... Да, в военной форме не видели. Я хочу сказать вам, что я вам задам вопрос сегодня. У меня вот такой вопрос. Владимир Петрович, это в 2008 году, вот, это, исполняется ровно 100 лет с дня, это, ну, по названию, там, День вооруженных сил, но еще День защиты отечества. И вы знаете, Владимир Петрович, я сколько раз прошу вот это, ну, культур, чтобы пригласили хорошего человека, народного артиста России, Михаила Ивановича Ножкина, композитора. Почему не могут пригласить его? А поскольку он человек очень замечательный, он почетчил на город Ржима. Хорошо. Вы хотите, чтобы вы пригласили такого, он и артист, он и поет, и композитор Ножкин, я так понимаю. Да. Ну, я сейчас не готов сказать что-либо. Я такие поручения дам нашему управлению культуры. Мы время от времени приглашаем именитых наших людей, артистов самых разных. Поэтому дам поручение, возможно, и удастся пригласить, потому что это зависит и от нас, но зависит и от Ножкина, насколько он занят, насколько он может, поэтому хорошо, вопрос я принял, дадим поручение проработать. Я так понимаю, телезритель был сейчас на праздновании в Триумфе, да, и вот у него навело, что вот было бы неплохо пригласить. Хорошо. Владимир Петрович, ну вот продолжая наш эфир, продолжая тему, которая была затронута в сюжете, тема благоустройства, скажите, пожалуйста, что будет в следующем году, будет ли она продолжена? Вот мы и про пешеходные дорожки в сюжете говорили, и о парковочном пространстве. Частично вы уже затронули, но вот мне пешеходные очень интересуют, будет ли продолжена? Ну, я могу сказать следующее, вот мы этой темой не касались, но в этом году мы достаточно, я оцениваю, начали такую большую работу, это реконструкция парка, центрального парка культуры и отдыха в Люберцах. И понятно, мы называем его центральный парк культуры и отдыха, но, конечно, он был, так сказать, я мягко хочу выразиться, мне всегда было не по себе, когда я туда заходил, потому что понятно, что парк с определенной историей, определенными возрастами деревьев и территория, вот эти дорожки, они были грунтовые и где-то, скажу такое слово подберу, убитые. И сегодня совершенно же есть другие материалы, другие возможности, и мы в какой-то степени обустроили Наташинский парк. Наташинский парк, он вошел в топ-10 лучших парков Подмосковья, это факт. Но он в летний период, этот парк перегружен, он реально перегружен. Ну, получается, что с той стороны жители у них есть парк, а с этой стороны... А центральный нету, но здесь территория небольшая, всего 13 гектаров земли, это небольшая территория, но мы сделали проект, мы подготовили такой проект, мы вошли в программу финансирования с областью, есть там областные деньги, федеральные и наши муниципальные, был объявлен конкурс, аукцион, это все было проведено. И я думаю, что кто сегодня бывает в парке, хоть и зимние условия, и снежок выпал, но парк загорелся совершенно по-другому. Это и прогулочные дорожки, это тропиночная сеть, это освещение, все это сделано. Это достаточно, я уже не говорю, там о лавочках, скамеечках поставленных. Сегодня определено место... Как раз мы до видео показывали. Да, определено место под, я скажу, под аттракционы. Это, кстати, это вот, что я смотрю, показывают детские и спортивные площадки, таких там аж 12. То есть территория заиграла по-новому. И мы стремимся подобные вопросы решать комплексно. Поэтому в этом году мы, скажем, сделали, обустроили такую пешеходную зону. Это в районе, значит, улица Смирновская с Октябрьским проспектом, именно в центре. И эта территория тоже заиграла, потому что это и плитка, это освещение, это определенные там лавочки и так далее. То есть это такая некая красота. Мы в следующем году планируем определить таких пять пространств. Мы сейчас над этим работаем, будем советовать с нашими жителями. Ну, то есть и пока перечня нет. Да, поэтому я сейчас не хочу провоцировать, мы над этим работаем и мы этот вопрос решим. Более того, мы ставим задачу, чтобы в каждом населенном пункте, в каждом нашем поселении, а у нас пять поселков, вернее, с городом Любрицы пять, а так четыре у нас поселка, тоже был свой парк обустроен именно в современном стиле, по современным требованиям, исходя из тех материалов, возможностей, которые сегодня есть. Мы над этим сейчас тоже работаем. Вот, скажем, если в Томилино парк мы обустроили совместно с областью, потому что в свое время, это года три назад, я обращался к губернатору Андрею Юрьевичу Воробьеву, что часть лесопарковой зоны отдать в аренду муниципалитету. И таких 30 гектар было отдано, и мы обустроили. Такие письма я обратился и по поселку Октябрьский, и по поселку Малаховка, и в Красково. И сегодня мы, по сути, эти решения нами получены. Сейчас мы оформим эти земли в аренду, и тогда муниципалитет будет иметь полное право обустраивать вот эти парковую зону. И я надеюсь, что не только в Любрицах уже сегодня будем говорить, более-менее два обустроенных парка. В Томилино один. Но в каждом поселении появится еще дополнительно, но минимум, минимум три парка. И это совершенно по-другому эти территории будут выглядеть и заиграет. В том числе мы в поселках определим, в том числе и пешеходные зоны, прогулочные зоны, где все-таки мы же городская территория, предельно урбанизированная. Мы, по сути, Москва. Поэтому понятно, что наши жители тянутся к московским столичным стандартам. И мы эти вопросы будем решать. К парку мы еще вернемся чуть-чуть позже. Будет на это основание. У нас есть пока звоночек от телезрителя. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорите. Добрый день. Меня зовут Горьковская Анна Александровна. Я житель Люберецкого района, деревни Матяково. У меня вопрос по поводу футбольного клуба «Звезда». Данный клуб – это спортшкола, самая большая в Московской области. Более 700 воспитанников 7-летних детей 2010 года рождения занимается около 60 человек. Ребята постоянно выигрывают первенство в Московской области. Бьют и за город Люберцы. В зимнее время нет условий своего помещения, манежа для проведения тренировок. На стадионе «Искра» находится Фоклю Берецкий. В данном помещении у нас нет времени для проведения тренировок. Мы хотели бы вас попросить, чтобы вы посодействовали, выделили нам время для тренировок в данном зале. И вообще, какие планы на развитие футбольного клуба «Звезда». Спасибо. Ну, вопрос хороший. И понятно, что в зимнее время, я и сам в свое время, и мальчишка, и уже, так сказать, был и студентом, мы играли в футбол. И в зимнее время, ну, может быть, я скажу, немножко не всем понравится, но мы играли зимой в футбол тоже, скажем, на свежем воздухе. Понятно, когда минус 20 играть сложно и не будешь. Но мы играли, у нас и 5, и минус 10. Кто-то играл в хоккей, а кто-то играл зимой в футбол. Поэтому я играл и в хоккей, и в футбол. В зависимости, какая погода, да? Да, от погоды зависела, и зависимо от того, скажем, какая собралась, какие команды, какие пожелания, мы то и играли. Я думаю, что с тех пор мало что изменилось, потому что сегодня взять и построить крытое сооружение для тренировок игры в футбол очень крайне сложно, потому что у нас нет таких крытых полей, каких-то территорий. Да, есть фокк, будем говорить, на 8 марта, где вот новый фокк мы построили, там, можно сказать, Люберецкий, ну, как угодно, да, то есть физкультурно-заводительный комплекс. Там в основном сосредоточены всевозможные силовые виды спорта, значит, игровые туда взять, особенно футбол. Там небольшие помещения, там, не могу сказать, что там есть где разгуляться. Ну, давайте так, я подумаю, дам поручение управлению по спорту, как-то вопрос проработать, может, какое-то время выделить, ну, скажем, играть там в мини-футбол, ну, в мини-футбол, ну, сколько там будет человек, можно в команде взять и 4, и 5. Ну, может быть, это, наверное, для тренировки. Да, мальчишки, пусть для тренировки там будет 10. Ну, я не думаю, что эту тему как-то можно там правильно организовать. Давайте так, я дам поручение, но что мы сделали, и такие поручения есть, и, по крайней мере, ко мне жалобы не поступали, что ребята, которые играют на улице в футбол, они, фок, люберецкие, могли бы зайти, раздеться, зайти в душ. Такая возможность есть, это точно. Все остальное, ну, давайте подумаем, что можно сделать. Я напоминаю, мы в прямом эфире, мы ждем ваших звонков. Вы увидите сейчас номера прямых линий. Звоните, пожалуйста. Владимир Петрович, мы подводим в этом эфире итоги уходящего года. И вот, на мой взгляд, одно из заметных событий последних дней был запуск нового производства диагностического медицинского оборудования. Вот на церемонии присутствовал губернатор Московской области, это Андрей Юрьевич Воробьев. Вот давайте напомним, как это происходило. Тот, кто не видел, заодно посмотрят. И продолжим эфир дальше. Все, полетели. Ура! Ура! Спасибо большое. Спасибо. Полетели в мир инновационного медицинского оборудования, передовых возможностей и сверхтехнологичного будущего в области здравоохранения. Сегодня все это стало возможным на новой производственной площадке компании General Electric Health Care в Малаховке. Мы подписали соглашение с Московской областью, и благодаря этому у нас есть очень существенные налоговые льготы на этот объект. Дальше мы вот здесь в чистом поле построили все коммуникации, все-все-все. И потом сейчас получаем возврат эти инвестиции. Это огромная поддержка. Еще раз огромное спасибо вам. Я когда рассказываю это своим коллегам, бизнесменам, мне не верят. И я бы, может быть, и сам не поверил, если бы не был участником этого процесса. В это действительно трудно поверить. На 17 тысячах квадратных метров развернулось масштабное производство инновационного медицинского оборудования. Уникальный компьютерный томограф, ультразвуковые сканеры и системы, не имеющие аналогов в России. Производственная мощность предприятия 600 единиц в год. В день здесь делают 2-3 аппарата УЗИ. Для изготовления одного томографа нужно в среднем трое суток. Компания поставляет инновационное медицинское оборудование по всей России. А конкретно этот компьютерный томограф уедет в Воскресенскую районную больницу уже до конца этого года. Каждый аппарат изготавливается под определенного заказчика, а следовательно, точно отвечает всем его требованиям. За время существования нового производства, а фактически оно открылось в сентябре, компания поставила в медицинские учреждения более 20 томографов и 100 ультразвуковых сканеров. Оценить площадку приехал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Для него провели персональную экскурсию по производству. Чистое высокотехнологичное производство, без шума, без пыли, без грязи. Молодые современные ребята работают, очень сложная работа, потому что сборка каждого такого аппарата требует высоких знаний. Сегодня детали для этих аппаратов поставляют США, Израиль, Австрия, Япония и другие страны. Однако в ближайших планах компаний подключить к этому и российских производителей, чтобы процесс создания инновационных томографов и ультразвуковых систем полностью от производства деталей до сборки аппарата стал отечественным. Мария Лапчева, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Владимир Петрович, мы посмотрели сейчас сюжет. Данное предприятие, оно по сути федерального значения, потому что ту продукцию, которую он выпускает, диагностическую, это необходимо в любом уголке России. Скажите, пожалуйста, вот то, что оно расположено на территории округа, вот для округа какие-то преимущества, плюсы есть или нет? Ну, я скажу историю создания этого предприятия, потому что они все знают. Во-первых, это частное предприятие, чтобы было всем понятно. Это частный бизнес, без всякого государственного участия. Это в этом плане есть большой плюс, потому что частный бизнес, частный бизнесмен, он более гибок, в чем-то более резвее, что ли, расторопнее. И он заинтересован в поисках нового, он отслеживает, что происходит на рынке и пытается это себе внедрить, потому что если он, извиняюсь, проспал, то, понятно, его место занимает другое, а этого частника вышибает. В этом плане государство, оно более инертно. Это отдельная тема, сейчас нет вопроса. Поэтому вот те люди, которые зашли к нам, в Люберцев, в Малаховск, это был 2002-2004 год. Значит, мы, вот я главой работы из 2005, я их неплохо знаю, по самым разным вопросам они обращались. Изначально они планировали заниматься в сфере медицинского оборудования. И вот этим частникам удалось договориться с компанией, такой, я оцениваю, что она на слуху, всемирно известная General Electric. Было подписано соглашение несколько лет назад. И вот General Electric именно зашел к нам. Они изначально базировались в Москве, и там было какие-то договоренности. Я думаю, что, скорее всего, Москва не смогла их удержать, потому что, видимо, где-то были, возможно, условия, где-то кабальные и невыгодные. Мы создали необходимые условия. Эти люди зашли к нам, в Люберцев, в Малаховку. Сегодня это предприятие, по сути, нет ему равных. Оно выпускает компьютерные томографы, вся разного рода маммографы, выпускает всевозможную диагностическую технику, ультразвуки разные и так далее, что очень важно, и на эту продукцию огромный спрос. Вот сегодня они выходят на объемы, где-то погода, не менее полутора миллиардов рублей. Это большие деньги. Значит, они планируют в течение ближайших полутора-двух лет выйти на три миллиарда, и они выйдут, потому что спрос на эту технику есть. Они поставляют эту технику, именно медицинскую технику, по сути, во все уголки России, включая, в том числе, и зарубежья. Поэтому они ставят задачи привлечения и других производителей медицинской техники. Это и японцы, и немцы. И я думаю, что у них получится, потому что люди глубоко погружены в тему. Профессионалы в этом плане разбираются и четко знают, что требует рынок. Поэтому для нас это выгодно, по той лишь причине, что, во-первых, рабочие места. И это, скажем, рабочие места требуют профессионалов, высокоинтеллектуальных людей, продвинутых, особенно в современной технике. Это первое. Второе, кроме того, что они будут получать зарплату и платить налоги. Второе, что тоже немаловажно, для района, ну и для области в том числе, есть возможность вот подобную технику получать со скидками. Ну, для района больше мы, и такие у нас есть обещания, это факт будет. Ну, и для области тоже будут определенные, скажем, и скидки, и поблажки. Ну, а для других территорий это уже как, это же бизнесы, это частные бизнесы, как договорятся. Поэтому для нас это, во-первых, и какая-то визитная карточка, что такая техника у нас именно производится в городском округе Люберцы. Ну, и я уже повторяюсь, это налоги, рабочие места, это развитие, поэтому это только плюс. У нас еще есть один звоночек. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Слушаем вас. У меня такой вопрос. Мы сейчас говорим об обоустройстве города. Вот я живу на северной стороне, на Комтамовском проспекте. У нас парк на улице Павразимов. Там не парк, там маленький сквер, но он еще и пострадал во время урагана. Убрали его безобразно. Мало того, там построили бассейн, ну бассейн это прекрасно, но потому что строители оставили забор, и неизвестно, там туалет стоит, какие-то машины там ставят. И это вот, а какая судьба у этого сквера? Или его весь достроить и снесут? Нам бы не хотелось. Спасибо. Хорошо, я вас понял. Поэтому будем стремиться, по крайней мере, ту территорию обустроить. Там вот застройщик, который построил бассейн, вот эта территория, потому что изначально для баланса территории эта вся территория уходила под развитие вот этого бассейна с благоустройством. Эта территория сегодня закреплена за собственником бассейна, но мы будем стремиться, чтобы этот собственник эту территорию облагоустроил, облагородил. Поэтому я думаю, что мы с весны следующего года как-то будем искать общее решение по обустройству, благоустройству данной территории. Владимир Петрович, за этот год было сдано новые объекты, были капитально отремонтированы. Вот на ваш взгляд, какие еще достойные внимания? Каких вспомните? Ну, вы знаете, я скажу, что сегодня есть и указы президента, и есть установки, и такой достаточно жесткий, он абсолютно оправдан, контроль со стороны правительства области, со стороны губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. Это все, что связано с социальной сферой. В первую очередь, это сады. Поэтому, вот я об этом говорил, и мы еще в прошлом году эту тему решили, у нас очередей в детских сады нет от трех до семи лет. Стоит задача решить проблему ясельных групп, это от полутора до трех. И мы уже в этом году, по сути, завершили строительство пяти садиков. В следующем году мы планируем построить не менее трех, и мы, если у нас эти планы, что мы планируем, мы решим, то мы должны в следующем году снять проблему и ясель в наших детских садах. Как раз, да, показывают детский сад, второй корпус, Белоснежки. Да, тоже, как бы скажем. 28-я школа. Кроме этого, вот сейчас показали, 28-ю школу. Школу в этом году сдали в новом микрорайоне на 1100 мест. Хорошая, просторная школа. И это тоже, как бы, это и важно, и это было крайне необходимо. Это то, что вот, как бы, вспоминается. Мы сейчас завершаем строительство, ну, реконструкцию, а по сути строительство дома офицеров. Да, скорее всего, почти строительство. Конечно, потому что дома офицеров остались только стены наружные. Все остальное, все коммуникации, все электричество, вся проводка, все, что связано с теплом, трубы, значит, водоотведение, канализование, все это заменено в доме офицеров. Тоже это, как бы, такой факт, и мы с этой работой, по сути, справились. И сейчас готовим, значит, дом офицеров к открытию. В следующем году он примет первых посетителей, потому что в гарнизоне это, по сути, дом культуры. Такой очаг культуры. Это, значит, это то, что мне вспоминается, то, что мы сделали. Я уже не говорю о наших, скажем, поликлиниках, больницах. У нас сегодня в ремонте 14 объектов здравоохранения. В основном это поликлиники, включая скорую медицинскую помощь. Да, скорая медицинская помощь. И мы ее обустроили, потому что скорые прибегают тогда, когда какая-то уже крайняя ситуация, когда уже нет другого выхода, и когда проблемы со здоровьем, и мы хотим, чтобы эта скорая приехала очень быстро и оказала квалифицированную помощь. И мы для медицинского персонала скорой создали современные условия. Это здание мы обустроили совершенно новое, современное, хорошее, красивое здание, добротное. Это же тоже только такой плюс. Вот мы открыли, я был на открытии, значит, называется правильно отделение челюстно-лицевой хирургии. Там появилось 14 койко-мест. Казалось бы, ну что такое челюстно-лицевая хирургия? Это бывают всевозможные травмы, какие-то болезни, которые требуют вмешательства хирурга. И у нас не было такой услуги. Наши люди где-то искали, и когда такая проблема появлялась, ехали в Москву, либо где-то в других районах. Мы это сделали. Мы сейчас вот открыли, значит, консультативно-диагностический центр во второй больнице, в центральной поликлинике второй больницы на 300 посещений, смену. Это тоже есть. Я уже не говорю о том, что тоже мы в этом году открыли у Машкова фельдшерско-акушерский пункт. И открыли его по принципу, что там работает семья. То есть там фельдшер с мужем, там они принимают, и часть этого строения мы построили, по сути, будем говорить, в чистом, скажем, не то, что в поле там, мы построили в Марусино, но суть в том, что это в деревне построено новое совершенно здание, в том числе с жильем для фельдшера. Это тоже как бы то, чего у нас не было. Поэтому вот мы целый ряд вопросов в уходящем году решили, и повторяю, что у нас есть что вспомнить, потому что в целом год для Люберец был, что бы то ни говорил, он успешный. У нас появились и новые объекты. Я уже говорил об благоустройстве. Из новых объектов можно, наверное, еще напомнить. В 7-8 микрорайоне культурно-просветительский центр. А ну куда-то тоже. Замечательное здание. Вот на прошлых выходах как раз мы его посетили. Да, да, да. Современное – это такой появился хороший очаг культуры, где есть всевозможные группы, где может детишка заниматься и творчеством, и изобразительным искусством, и хореографией, хоровое пение. Там все это есть. Прекрасная сцена с видеоплазмой, не знаю, как называется этот экран. Я думаю, что для режиссеров процентов на 70-80 решена проблема с декорациями. Ну, с хорошим залом, потому что я вам скажу, те, кто занимается хореографией, либо, скажем, кто-то занимается пением и так далее, очень важно они готовятся и показать, дать концерт. Понятно, что должен быть зрительный зал, приходят близкие, родственники, или просто люди хотят посмотреть, и это хорошо, так и планировалось. А, Владимир Петрович, вот сколько там, 4 дня остается до Нового года. Кстати, у вас чувствуется уже приближение Нового года? Ну, вы знаете, вот с каждым днем это все ощутимо, начиная от того, что, я вам скажу, мы где-то первую елку поставили 1 декабря, и мы в основном пытались город украсить. И у нас, я думаю, что в этом что-то получается, и получилось, и мы ставим задачу, особенно, кто работает в сфере торговли, чтобы был праздник. Вот вышел из дома и ходишь по улице, либо по городу, должно быть ощущение праздника. И у нас в этом плане что-то получается, поэтому мы видим, что везде гирлянды. Мы поставим сейчас, уже поставили 132 ели. Часть из них, больше половины, это искусственные. В новых, да, и в новых очень много закуплено. Да, 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 значит, поэтому еле поставили. У нас исчисляется в сотнях всевозможных гирлянд, каких-то светодиодных лент. То есть мы, сегодня есть возможности технические, чтобы это все сверкало, чтобы это светилось разными красками, чтобы было, тем более сейчас темнеет рано, чтобы было ощущение чувства праздника. Поэтому мы пытались город украсить, и в этом плане вы наблюдаете, что происходит. Самое главное появилось, вот на мой взгляд, конечно, могут со мной не согласиться, но я думаю, большинство согласится, главная елка появилась. После преобразования центрального парка, вот елка, которая стала между Триумфом и администрацией, вот она как будто там и должна была стоять. Ну, как получилось красиво. Согласен, из Кирова улицы видно. И когда по Октябрьскому едешь в сторону области, вот как раз поворачиваешь голову, видно Дворец культуры, и как раз эту елочку, ее со всех мест можно увидеть. Ну, получилось красиво. Я вам скажу, вот в этом месте мы еще, это входная группа в Центральный парк, мы в следующем году, мы должны еще обустроить, появятся некие скульптуры, скульптурные композиции. Это загорает еще другими красками, более яркими. Это будет красивое место, я бы так сказал, знаковое место в городе. И поэтому, да, эта елка как раз пришлась к месту. Как будто специально она ждала, и как будто это место сделала специально. Мне подсказывает, остается совсем немножко времени. Владимир Петрович, что вы пожелаете люберчанам в наступающем году? Вы знаете, Новый год – это праздник из детства, и я помню себя, друзей, и уже смотрю за детьми, за молодым поколением. Новый год – это что-то сказочное, что-то из области чудес, фантастики, каких-то мечт или какой-то мечты, которая должна, вот она не получается. А вот Новый год – должно что-то получиться. Да, Новый год – это называется. Люди в ожидании. И это нормально, потому что это какое-то внутреннее чувство, внутреннее ощущение, и мы в ожидании какого-то чуда. И на самом деле в этом что-то есть, и что-то происходит. Поэтому я хотел бы пожелать всем люберчанам, всех, кто нас сегодня смотрит, всем, кто проживает на территории такого, я бы сказал, славного края Люберецкого, чтобы, друзья мои, ваши планы, ваши мечты сбылись. Я искренне желаю каждому добра, здоровья, любви. Все-таки Новый год – это семейный праздник, поэтому искренне желаю семейного уюта, семейного тепла, чтобы в доме все получалось, все ладилось. Я искренне желаю вот такого, насколько это возможно, какого-то домашнего изобилия во всем, в моральном плане, в материальном плане. Потому что, я скажу, наши жители, они достойны этого. Потому что, если у нас что-то есть, основное и главное, конечно, это наши жители, это наши люди. Поэтому, друзья мои, искренне желаю добра, здоровья, благополучия. Пусть ваши мечты сбываются, пусть у вас все получится так, как вы к этому стремитесь. Поэтому с наступающим Новым годом, а сразу же через несколько дней после Нового года – Рождество. Поэтому всех, я говорю, православных, кто чтит традиции Руси, христианской, православной Руси, я искренне поздравляю с наступающим Рождеством Христовым. Поэтому, друзья мои, всем искренне желаю добра, удачи, здоровья, благополучия. И будем верить, все, что мы задумали, сбудется. Потому что мысль, она материальна, поэтому искренне пусть ваши мечты сбываются. Ну, а мы в администрации будем стремиться… Постараемся их реализовать. Стремиться, да, чтобы все, что задумано в нашем городе, сбылось. Поэтому, друзья, с Новым годом, добра и здоровья. От себя добра, также пожелаю вам здоровья, счастья. Вы знаете, многие уже пошутили по этому поводу. Новый год начинается с понедельника. Поэтому, если вы хотели начать новую жизнь, бросить вредные привычки, либо начать заняться спортом, не знаю, там, сесть на диету, у вас есть такой шанс. Не упустите возможность, потому что с понедельника Новый год начинается не каждый год. Всего доброго, увидимся в следующем году. До свидания. До свидания. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Новый год Субтитры создавал DimaTorzok Новый год Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok